Весь прошлый год прокуратура неоднократно выставляла правительству представление, мол, исполнительная власть не уделяет должного внимания вопросам землепользования, поделился с прессой советник губернатора. Это касалось у нас энкерманского завода марочных вин, который арендует целостный имущественный комплекс государственного предприятия без необходимого оформления документов, то есть с нарушениями и законодательства Украины, и законодательства Российской Федерации. Об этом у нас имеется прямо представление. Список из 35 объектов, подлежащих национализации в Севастополе и предложенные на утверждение законодательному собранию в минувшую субботу, по словам Александра Свечникова, составлялся почти год. Взвешено и обосновано. По каждому предприятию проводился анализ законности отчуждения госсобственности, изучался вопрос, способно ли правительство организовать работу на предприятии так, чтобы не ухудшить ситуацию. Выросшее в два раза производство на созданном севастопольском винодельческом заводе показало, что способно, отметил советник губернатора. Обоснование есть. Прокурор говорит, неправильно, идите, занимайтесь. Мы инвентаризируем, у нас есть акты инвентаризации по Качинскому, у нас есть инвентаризация по Инкерману, по Золотой Балке и начинаем. И по актам этих инвентаризаций, проверке сохранности государственного имущества, целостных имущественных комплексов, выводы от комиссии приходят о том, что договоры эти нарушаются, что собственность государственная уменьшается. То есть это все не фантазии какие-то, а действительно документы, которые у меня даже сейчас в руках присутствуют. Шагать в ногу в законотворчестве совместно с Крымом не получилось. До 1 марта, когда истекал срок перерегистрации. На полуострове национализировали 250 предприятий. Список из 35 объектов, подлежащих национализации в Севастополе, местным депутатам предлагалось принять в первом чтении и в дальнейшем корректировать. Однако этого не произошло. Отдельным постановлением правительства вечером в субботу национализировано 13 предприятий, в том числе ранее градообразующий Севморзавод, который теперь принадлежит городу и жителям, а не президенту Украины. Возможно, депутатам не хватило смелости для принятия решения, предположил Александр Свечников. Многие говорили, что очень неуютно себя чувствуют, поскольку не прошло вот это вот решение. Поскольку, выбирая их, депутатов, все-таки жители города чаяния надежды какие-то возлагали, что весна продолжится и логическое какое-то завершение должно быть. Вот как раз принятие вот этих законов, этого пакета, это было бы, наверное, логическим завершением тех начинаний прошлого года, которые бы поставили точку, сказали, да, мы это делали для того, чтобы справедливость восторжествовала. На брифинге Александр Свечников также ответил и всем интернет-критикам, заверяющим, что национализация была затеяна как передел собственности. Уверяю вас, что за все время существования состава правительства Севастополя ни один объект не был продан, ни один земельный участок там какой-то не был продан. Абсолютно все действия правительства в этом плане губернатора прозрачны. Александр Свечников отметил, сейчас все действия правительства и губернатора направлены на консолидацию всего городского имущества и возрождение производства. Анна Малышко, Виталий Козловский, информационный канал Севастополя.